кавказионный антропологический тип кроманьонцы на кавказе кавказ исключительно богат разнообразными антропологическими типами пересечения торговых путей благодатный климат привлекали на кавказ народы и отдельные группы людей которые оставались и пополняли местный генофонд своими антропологическими типами однако один из них встречается исключительно на кавказе связан с ним уже многие сотни лет и почти не имеет родственных типов вокруг он отличается от прочих но при этом широко распространен по всему региону речь идет о кавказионском антропологическом типе он назван так из-за общего для европейских народов название кавказа что действительно хорошо отражает его географическое положение также иногда этот тип называется мтибит в европейских источниках но из-за сложного произношения термин не прижился признаки кавказе он ского типа большая величина тела большие размеры продольного и особенно поперечного диаметров головы соотношение которых дает высокий черепной указатель огромная ширина лица в пределах европеоидной расы находящие аналогии только у черногорцев также посветление пигментации в представителей этой группы следует рассматривать как независимый расовый дополнительный признак высокого таксономического значения цифальный индекс брахицефалия форма лица лицо высокое и широкое высота головы средняя затылок слабо выступающий горизонтальная профилировка лица сильная угол выступания носа к линии профиля большой ширина носа узкий средне широкий широкий наклон глазной щели отсутствует слабо выраженный ориентальный наклон околоротовая область толщина губ средняя большая наклон лба ярко выражен надбровья выраженная средне выраженная челюсть средне широкая широкая подбородок широкий средне выступающий сильно выступающий рост бороды и усов третичный волосяной покров сильное развитие бороды и средне сильный сильный рост волос на груди цвет глаз серый зеленый карии складка верхнего века отсутствует среднее цвет волос от темно русых до черных фототип кожи по фиц патрику номер три кожа хорошо загорающие структура форма волос прямые или волнистые чаще жесткие рост высокий телосложение ширококосная сильно развитой мускулатурой осветление пигментации сопровождается увеличением размеров головы особенно продольного диаметра но уменьшением длины тела так андийские группы зап дагестана и аварцы имеют заметно меньшие размеры продольного диаметра головы чем горные группы грузин но имеют большее количество индивидуумов со светлыми глазами аналогическим образом сваны и горные рачинцы выделяются относительно темным цветом глаз однако они ничуть не более высокорослы широколицей большеголовы чем остальные группы кавкасионской группы среди западных соседей сванов-балкарцев и особенно карачаевцев процент светлоглазых довольно высок восточные соседи адыгов кавкасионский тип заметно отличаются от адыгского типа высоким ростом брахикифалия большим скуловым диаметром и обильным ростом бороды все горные народы центрального кавказа карачаевцы балкарцы осетины чеченцы ингуши западно-дагестанские группы и горцы грузии выделяют три кластера этого типа на кавказе центральный кластер карачаевцы балкарцы осетины ингуши чеченцы бацбийцы аварандо цесские народы часть горских евреев высокий рост телосложение норма косное туловище длинное волосы жесткие прямые черные часто встречаются каштановые и трусы глаза карие и серые глазная щель узкая расположение глаз горизонтальная брови прямые развитый волосяной покров лицо широкое невысокое черты лица угловатые скулы широкие но незаметные лоб низкий нос длинный широкий переносится узкая кончику нос постепенно расширяется профиль прямой и реже выпуклый кончик расположен горизонтально или загнут вниз губы толстые побородок низкий острый выступающий узкая челюсть затылок выпуклый высокие уши с длинными мочками южный кластер отличие от центрального сваны хефсуры махевцы тушинцы пшавы мтеулы гудомокарцы рачинцы южные осетины имеют меньшие размеры тела в длину и ширину более крупный и выдающийся нос предположительно результат метисации с более южными антропологическими типами дагестанский кластер лесгинские даргинские лакские народы хинолукцы часть карабахцев средний и низкий рост более темная пигментация не встречается даже посветление бороды форма черепа смещается к мизоцефалии происхождение типа спорно имеется две гипотезы первое кавкасионы являются древнейшими обитателями кавказа произошедшими прямо от кроманьонского человека каменного века и в условиях изоляции сохранившие все черты этого типа за исключение более темной пигментации ее придерживался известный антрополог алексеев однако слабым местом гипотезы является то что не обнаружено древних останков людей такого типа а значит именно кавкасион не обитал на кавказе ранее поэтому обсуждается и не отрицается другая гипотеза что кавкасионный тип сформировался уже на кавказе как результат адаптации к местным климатическим условиям так как высокогорье разреженный кислород действительно способствует формированию крупных форма лица и тела по всему миру но с другой стороны тогда это первый случай в истории когда из грациального темно пигментированного населения вдруг получается более светлый и значительно более крупный остается третья гипотеза правда еще менее вероятное что кавкасион метисный тип между переднеазиатской расой и североевропеоидным кроманьонским типом действительно кавкасион часто имеет схожие признаки но опять же нет никаких древних свидетельств процесса смешения кавкасионский тип является результатом консервации антропологических особенностей древнейшего населения восходящего возможно к эпохи неолита или верхнего палеолита и относившегося к палеевропейскому типу европеидной расы теория автохонности кавкасионского типа значение его изоляции в труднодоступных высокогорных районах где проживают представители кавкасионского типа очевидно что это кавказ а также области где выходцы с кавказа традиционно обитают в большой концентрации во всех случаях представитель этого типа будет иметь корни в кавказском регионе причем речь не идет о южном кавказе какие народы относятся в кавкасионскому типу как и прочие типы на кавказе нет одного конкретного народа который был бы чистым представителем типа он распространен почти повсюду с большей или меньшей концентрацией однако наиболее часто его можно обнаружить у осетин грузин войнахов ингушей балкарцев сванов или сгин карачаевцев а с наименьшей среди горских евреев талышей армян таким образом кавкасион это реликт кроманьосского типа на кавказе родственной западному балтиду исходными типом однако более темно пигментированный у него еще более часто встречаются архаичные черты например сочетание экстремально длинного и экстремально широкого лица что говорит в пользу скорее о его местном происхождении чем о смешанном если вам понравилось видео ставьте лайк и подписывайтесь на канал а а